Повинны все, в равной степени. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, Советский Союз, понимаете, нам хотят представить Вторую мировую войну точно в таком же свете, как и Первую мировую войну. Статья главы государства – это не просто статья сегодня одного лица. И понятно, то время, когда большие политики сами писали свои статьи в одиночку, наверное, Иосиф Виссарионович Сталин был в этом отношении последний. Понятно, что здесь выражается политика, курс определенной группировки. По этой статье что можно констатировать? Какой курс этой группировки? Что, в общем-то, группировка по-прежнему стоит на антисоветских позициях. Вот она как исходно пришла к власти в 1991 году на антисоветизме. Этот антисоветизм, в общем-то, и сохраняется. Все, как бы, вещи индикативные были произнесены. И осуждение репрессий, и замалчивание коммунистической идеологии. Все вот это, что надо было произнести, было в этой статье произнесено. И знаете, что значит равная ответственность? Вот для нашего народа, для нашего народа Великая Отечественная война – это священная война. Что значит священная война? Священная война ведется сонтологическим мировым злом. В священной войне противостоит добро и зло. Что это значит равная ответственность всех? Это значит нет зла как такового. Все одинаковые, все виновные. А если все виновные, значит все и правые. В этой постановке вопроса. А зачем тогда Нюрнбергский трибунал был, есть ли все правы? Их надо было простить и отпустить себе с миром. Поэтому, конечно, статья весьма идеологически нагружена. И по ней, в общем-то, дать характеристику существующему режиму вполне можно. Что такое технология? Технология – это инструмент. Инструмент, он используется, не хватает в данном случае системного анализа. Если сыпется система, если система не функциональна, то никакие технологии в данном случае не помогут. Опросы, которые даже лояльные социологические агентства проводят по отношению к тому, что случилось за эти месяцы карантинных этих мероприятий. 50% более указывают, что жизнь населения ухудшилась. Многие те, кто занимался мелким бизнесом, говорят все. Они навсегда с этим бизнесом расстались. Какой тут рейтинг может быть, если сыпется вся система? И если мы говорим на уровне систем, то есть, по большому счету, ведь возникает такой идеологический тенитолкай. Как можно отмечать парад 24 июня и 9 мая, и отмечать при этом 12 июня, когда начался этот распадный процесс в отношении нашего Отечества? Как можно говорить, противостоять попыткам дискредитации, навязыванию маркера, что якобы Советский Союз там виновен в развязывании Второй мировой войны? И во всех политологических учебниках введена теория тоталитаризма, как некая классика. Сообразность теории тоталитаризма было два режима, значит, тоталитарных. И шла борьба свободы против этой несвободы в двух ее выражениях. Я, знаете, ждал, когда это произнесут, наконец, слова. Произнесли это в конце прошлого года. Лидер Эстонии сказала, для нас Вторая мировая война закончилась в 91-м году. Понимаете, в чем дело? К сожалению, наша власть на эти вызовы, на уровне такой когнитивной, она не отвечает. Более того, в своем позиционировании и освещении исторических событий каким-то удивительным образом пытаются купировать то, что существовала коммунистическая идеология, то, что существовал Советский Союз, и как бы без всего этого, что было главное, поскольку была война столкновения двух идеологий, пытаются интерпретировать историю Второй мировой войны. Вот этот вот тезис о том, что развязывание Второй мировой войны, в ее возникновении повинны все в равной степени. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, это вообще-то какое-то новое слово в науке и технике. Советский Союз. Нам, понимаете, нам хотят представить Вторую мировую войну точно в таком же свете, как и Первую мировую войну. И причины примерно те же самые. Понимаете? А ведь это действительно была война двух идеологий. И действительно вопрос решался не просто кто кого, а какая идеология. Ведь не случайно после окончания войны идеи коммунизма и идеи социализма они получили колоссальную поддержку во всех странах мира. Вспоминайте, например, я не говорю даже про страны Восточной Европы, вспоминайте правительство Италии, правительство Франции. Там до половины состава этих правительств были члены коммунистических и левосоциалистических партий. Американцы потому и открыли Второй фронт, что иначе вся Европа была бы нашей и красной, конечно. Но даже я напомню, что одним из условий предоставления помощи по плану Маршала, одним из пунктов, было изгнание представителей коммунистических и близких к ним по духу рабочих и социалистических партий из состава правительств, что в той же Италии, в той же Франции было тут же сделано, понимаете. Теперь то, что касается равновеликой ответственности всех держав. Советский Союз был единственной державой в мире, который сразу после прихода Гитлера к власти выступил с программой создания системы коллективной безопасности в Европе. Он постоянно, везде, на всех площадках, где только можно и нельзя, призывал одуматься руководству всех мировых держав. Какие-то попытки были даже сделаны там со стороны Франции, но убийство Луи Барту, а затем и такая вот страусиная позиция Чехословакии не позволили решить эту проблему. С другой стороны, политика умиротворения агрессора, подписание Мюнхенского договора, потом странная война в Европе и так далее, и так далее. Что Советский Союз разве нес ответственность за все эти шаги, которые предпринимались западными демократиями? Да напротив. Да, да, да. Поэтому, на мой взгляд, ставить на одну доску все великие державы мира и говорить о том, что все в равной степени несут повинность в развязывании этой войны, на мой взгляд, это, конечно, абсолютно неверно. Вспоминаю и с этим знаменитый Яковлевский алгоритм, который он озвучил в «Черной книге гоммунизма», когда говорил о том, что мы, вот, дескать, истинные реформаторы, когда задумали план разрушения Советского Союза и социалистической системы, решили действовать простым, как кувалда, способом. Авторитетом Ленина ударить по Сталину в случае успеха, авторитетом Плехановой социал-демократии по Ленину, ну и так далее. То есть вот этот Яковлевский алгоритм куда ни делся, он просто перешел в новые качества. И он сейчас вовсю используется властями. Прежде всего, конечно, на идеологическом фронте. Причем они довольно легко могут, знаете, менять плюсы на минус или полисы там, северные на южные. Каких-то там 3-4 года назад Сталин у них был палач, подписавший позорный пакт Молотова и Бентропа. А глядишь, через годик-другой Сталин у них выдающийся государственный деятель, а пакт Молотова и Бентропа чуть ли не самая выдающаяся победа советской дипломатии и советского политического руководства. Ну, это в чистом виде конъюнктурщина. Причем во многом это конъюнктурщина, она ведь режиссируется как бы со стороны Запада. То есть, когда нам надо противопоставить себя Западу, когда нам надо отбить очередную атаку не только на сегодняшний день, но и на нашу историю, на наше прошлое, мы начинаем вспоминать прежние трактовки тех или иных событий, которые, например, присутствовали в советской историографии. А то, что касается фигуры Владимира Ильича Ленина, ну, слушайте, он для них вообще как красная тряпка для быка. Почему все эти годы льются потоки лжи и грязи на советский опыт строительства социализма, на советских вождей? А потому, что у подрастающих поколений надо сформировать соответствующий образ советского прошлого. Что там было все беспросветно, что там были серые будни, что там всем областвовал, так сказать, железный кулак, что вся страна, как сказал Смирнов-Сокольский, половина сидели, половина тряслись, как в автобусе, понимаете? Отсюда постоянно вот эти пьяные рожи НКВДшников, которые неустанно перезаряжают свои там револьверы, наганы и так далее, и так далее, понимаете? Значит, по поводу того, что в 2005 году драпировали Мавазарей по просьбе американцев, это стопроцентно так, это действительно было так, а потом это стало вторым я, понятно, да? То есть это уже как бы непривнесенное откуда-то, это уже внутреннее содержание, но в том числе, да, показать, что, дескать, слушайте, ну, противоречия противоречиями, но мы такие же буржуины, мы же такие же буржуинские, но что вы все так сказать нас это не примите в свою буржуинскую семью-то, что вы нам не дадите там место под солнцем, свой кусок пирога нам не выделите, вот, почему вы, условно говоря, объявляете нам такой же крестовый поход, как и Советскому Союзу, почему вы нас ставите на одну доску с коммунистическим Китаем, вот-то и все, поэтому тут разные преследуются цели, в том числе и внешнего и внутреннего порядка. Евгений Юрьевич, теме обеления белого движения, которое во многом сотрудничало с фашистами, и очернение большевиков, которые, по сути, и выиграли войну, ведь ни для кого не секрет, из 10 миллионов наших воинов, 5 миллионов было комсомольцев, 4 миллиона коммунистов, вот такая позиция руководства, двойственная, противоречивая, она вообще принесет нам какие-то очки, она защитит наши памятники, защитит наши ценности, прибавит к нам уважение, или наоборот, Запад, который очень остро такое чувствует, они наоборот почувствуют нашу слабость и готовность к компромиссам? Да нет, конечно, это не принесет ни упокоения внутри страны, ни тем более на Западе. Слушайте, вообще для Запада все наши трактовки войны как по барабану, мы можем сколько угодно высказывать свою позицию, отстаивать свою точку зрения, они будут поплевывать и посмеиваться. Понимаете? Именно сейчас, когда был Советский Союз, они себе таких шалостей не позволяли, потому что Советский Союз действительно был сверхдержавой, и за Советским Союзом стоял целый социалистический лагерь, а также значительная часть государств так называемого движения неприсоединения, хотя бы та же Индия, понимаете? А Индия, извините, это полуторамиллиардный гигант с таким потенциалом экономического и культурного развития, который еще даст фуру не только целым странам, но и целым континентам, понимаете? поэтому безусловно подобная оценка и подобное поведение, они в общем-то не будут на Западе вызывать каких-то там иллюзий, а то, что касается реабилитации коллаборантов, это вот все в парадигме нового идеологического посыла, что, дескать, мы будем соединять всю историю и не вычеркивать ни один из ее периодов. Я вот, насколько понял, президент Путин то же самое упомянул и относительно советской истории в своей статье, что, дескать, вот эти 75 лет советской истории ни в коем случае нельзя вычеркивать и заканчивать историю страны в 2017 годах, а потом следующую страницу открывать 92-м годом. Во-первых, никто этого не делает, понимаете, из серьезных авторов. Во-вторых, все те достижения, которыми мы можем сейчас гордиться до сих пор, они были созданы именно в советскую эпоху. Хотя бы освоение космоса и создание ядерного оружия. Вот эти два достижения советской эпохи достаточно, чтобы она навсегда описала себя золотыми буквами вообще во всю мировую историю, а не только в отечественную. Я уж не говорю про индустриализацию, про победу в войне, про невиданный взлет культуры, науки, искусства, про то, что мы дали десяткам народам возможность освободиться от многовекового колониального ига, за то, что мы многим народом внутри нашего союза создали азбуки, учебные заведения, академия наук, театры, культурный центр и так далее, и так далее. Ни один народ не был, что называется, уничтожен или там каким-то образом. Это все примеры были высочайшего духа советского человека и советского общественного строя, понимаете? Нам напротив надо это брать на вооружение и показывать эти достижения, причем многим народам, которые до сих пор томятся от гнета империализма, от гнета этого золотого миллиарда на целых континентах, в той же Африке, в той же... Ведь вот этот внешний всплеск протестов в Соединенных Штатах Америки да и в Европе это лишь видимая сторона вот этой как бы проблемы-то все гораздо глубже, все куда как глубже. Там же в основе всего этого лежит прежде всего гигантское социальное неравенство. Евгений Юрьевич, не кажется ли вам что Бессмертный полк это лучший ответ фальсификаторам истории? Из народа эту память невозможно вытравить, как ты не пропагандируй? Ну вы знаете, я согласен, да. Я знаю, что вот просто и в моей семье у меня воевало четыре человека, к сожалению, трое погибли, два моих деда погибли в битве под Москвой в рядах московского ополчения в октябре и в ноябре 41-го года. У отца старший брат Александр совсем молодым подстеретним лейтенантом погиб на второй день Сталинградского контрнаступления под Худром Блиновский и он там похоронен в братской могиле. И вот мой дед, мамина, отец он прошел всю войну с августа 41-го по май 45-го. Поэтому понятно, что в нашей семье память эта жива. Мы ходим на этот бессмертный полк, тем более у меня у деда 9-го мая был день рождения, а и мы всегда, когда он был жив, собирались, естественно, всей большой семьей, поздравляли его и как ветерана войны, и как именинника. Я знаете, что хотел сказать напоследок? Вот на той неделе в литературной газете вышла моя статья, небольшая, которая была посвящена инициативе депутата Журавлева по поводу отмены хорошо известного печального постановления Второго съезда народных депутатов СССР по поводу советско-германского договора о ненападении и по поводу внесения изменений в УК относительно искажения истории Второй мировой войны. Я первую инициативу поддержал всем сердцем тем более я как сейчас помню как это все происходило как это Яковлев зачитывал свой доклад возгласы одобрения всех прибалтийских украинских молдавских закавказских и так далее но я все-таки против второй инициативы почему истории нельзя делать как это не хочется кому-то заложникам политики и тем более регулировать исторические дискуссии нормами уголовного права это тогда будет смерть истории как науки вообще но вот что бы я внес в качестве альтернативы у нас есть по-моему статья за реабилитацию нацизма а я бы наполнил ее статьей за реабилитацию власовщины в чем власовщина в широком смысле этого слова не только по отношению и по оценкам в отношении Великой Отечественной войны но и вообще всей советской истории потому что вот эти споры власовщины они дают о себе знать они протаскиваются более того находятся целые не просто представители а целые сегменты так называемой творческой интеллигенции рекламы мы им делать не будем которые уже в открыто говорят о том что надо на государственном уровне реабилитировать власовщину вот здесь мне кажется власть должна действовать жестко и действительно в уголовном порядке закрепить наказание за любые попытки реабилитации власовщины в широком смысле этого слова внушения влезет – это сегменты сегменты о ождения по м подпюс.